Друзья, всем здравствуйте! Матвейка, помаши ручкой. Матвеечка отдыхает на сеновале. Сына, хорошо тебя, что ли, тут, да? Мягко? Сынок, мягко, 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 говорит. Ах, помаши ручкой, скажи, привет, привет! Балдешь, да? Выспался ребенок, пришли папу попроведать. Папа, папа. Папа, папа. Папа. Не поди, сейчас завалишься, сыненька. Ну? Погода чудесная, хорошая. Давай, сейчас упадешь. Наваливайся сюда вот так. Опа. Папа. Все, отдыхаешь, да? Довольный ребенок. Кто валялся на сеновале? Какая красота. Да, Матвейка? Кожевые маются, все выстирается. Чудесное солнышко. Даня помогает папе. Как обалдеть. Солнце яркое сегодня. Ой. Баба, баба. Баба, баба. Баба, баба. Даня, иди туда. Баба. Баба. Бабочки вокруг летают. Баба. Много бабочек, да? Что-то нынче в этом году много бабочек. Летают, летают бабочки. Отдохнул, Матвейка. Пошел робить. Да, сына? Осторожно, осторожно. Пойдем, Виталя, он будет складывать. Он тебе пришел помогать. Все. Сюна, нет, рано еще вести-то. Надо сложить полную тачку. Ну. Все. Сейчас Виталя нагрузит. Да, ты помогай. Маленькие-то собирай. Да. Папа напилил сколько? Все это надо. Папа пилил, да? Надо убирать. Кстати, знаешь, что, Сануля, там вопрос писали. Какую профессию ты выберешь? Ты задумывался, кстати? Я все знаю. А? Все знаю. Что за секрет такой? Нельзя ничего знать. А, заранее, да. У него всегда так. Он говорит, заранее нельзя говорить. А то не получится. Да, Виталя? Да. Еще целый год учиться. Так что. Наболтаю, об этом ничего не будет. Ну, вот. Смотри, братик, нагрузил. Сына. Кури напала. Нагрузил. Не роняй хоть. Катя, что-то болтает. Ну, ты сейчас все, ну, сына. Поаккуратней, давай. Надо все разравнивать. Разравнивать. Разравнивал бы. Чтоб скорее стаскать, свозить. Сели-присели с Матвеечкой. Да, Матвеечка? Да? Матвеечка играет игрушками. У нас тут всякие разные животные. Мы их повторяем. Рассказываем, да? Потом Матвейка мне рассказывает, кто и как разговаривает. Да, сына? Да. Кока? Ну, ты не разбрасывай. Я вам зашла комментарий почитать. Так мне хочется сказать. А то все пишут. Вот не обращайте внимания, молчите. Ну, что значит, вот в прошлое видео, вчера видео, да, выложила, показала, ну, как дети наши закончили. Да, дети у меня троечниками вышли. Троечники. Ну, что сделаешь? Тройка – это тоже оценка. Хорошая оценка, замечательная. Дети у меня умные парни. Они могут. Но так вот бывает, да, что поленились, и получилось. И там понаписывали, понаписывали, Ольгу грязью полили. Да, ну, ой, Матвейка-то растет. Да никто с ним не заниматься. Вот как люди вот судить любят, да, обсудить, обмуссовить, написать. Вообще вот, видео покажешь, 15-20, там, ну, полчаса от силы, там, 25 минут, да, видео. Как они все распишут, все это они знают. Они все психологи. Не запускайте. У меня прекрасные дети. Не у каждого так дети воспитаны. Не у каждого. Не у каждой матери. Потому что в основном воспитании… Да, мячик, мячик. В нашей семье воспитанием детей занимаюсь я в основном. Ну, отец, конечно, тоже участвует, да. Что я с детьми-то надо сидеть, чтобы они уроки-то делали. Не сижу я с детьми и не зужу, вот прям вот как некоторые мамаши сидят, вот прям дотошно. У нас такого нет. Дети учатся не в начальных классах, они учатся уже, как говорится, Даня у нас шестой класс закончил, Виталя в девятый перешел. Сижу бы я с ними там помочь чем-то. Чем я им должна помочь? Они сами учатся, они сами знают, они получают за это оценки, за домашнюю работу. У нас есть WhatsApp. Нам прекрасно на WhatsApp все отправляют и оценки, и прочее. Я за всем этим слежу. Не дотошно прям уж совсем, вот как есть такие вот мамаши, да, которые прям вообще вот прям следят за всем, да. Я не такая, да. Но на самотек у меня ничего не уходит. У меня все под контролем всегда. Сыночка, сыночка, мы папку сидим, ждем у нас папка. Где-то в магазин уехал. Кто это? Так что, девочки, писать и обсирать, это, знаете, это проще всего. А вот вникнуть и посмотреть видео одно, второе, пятое, десятое. И все вот, лишь бы написать, вот лишь бы написать вот только. Да, Матвейка? И Матвейка-то растет. И вот он не это, никто с ним не заниматься, и ничего-то он не знает. Ну, это по вашим комментариям там, опять же. Да, сына? Все мы знаем, все мы умеем. Еще больше будем уметь. Мы занимаемся в свободное время от съемок, в свободное время от работы. У нас времени предостаточно. Мы все успеваем. Так что, девочки писать. И пишут, читайте стихи Огни и Барто. Вы откуда знаете? Читаем мы эти стихи или не читаем? У нас есть книжки разные. Мы книжки читаем. Наизусть стихи, которые, помню, с детства ему тоже рассказываю. Он за мной повторяет. Конечно, он еще у нас не разговаривает, ребенок. Но уже первые, первые вот слова, первые слоги, вернее, вот слова, он уже повторяет. Да, сына? Кто это у нас? Ну, перед сном читаем книжки. Да, всегда. Да, мальчишка? Кто это у нас? Лошадка. Вот это лошадка, а вот это зебра, да? Смотри. Зебра. Зебра у нас полосатенькая. Да, мальчишка маленький? Да. А это кто у нас? Олень. Скажи, олень. 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 Да, потихоньку, потихоньку, ребенок начнет разговаривать и повторять. Да. Много чего он знает, ребенок. Ну, я скажу, учусь. Мама книжки читает. Папа читает. Да. Попугайчик. Ой, какой попугайчик. Так что, девочки, писать вот, я не знаю. Ну, вот, конечно, может, вы до девятого класса сидите, там, до одиннадцатого со своими детьми. Не сижу я, дети сами знают, они сами умеют. По математике у них, что у того, что у другого, слава Богу. У нас у Марины математика тяжело давалась. Ой, ну, тоже как-то, слава Богу, девять классов закончила, поступила в педучилище и потихоньку, потихоньку, дай Бог, все нормально, закончится и отучится. Так что, куда уж дети. Сегодня у Дани спрашивают, Данечка, куда ты загружаешься? Ты вот думаешь, говорю, о профессии. Я, девчонки, вот, я, говорю, с пяти лет знала, кем я хочу быть. Я шила, играла в куклы и хотела быть швеей. Конечно же, очень рано я поняла, что я буду швеей. И я выучилась на швею, слава Богу, да. Вот, ну, особо, как бы, особо мне она не пригодилась, потому что я особо не шила швея. Кто-то писал, там, всякое место, мы пишут. Мы, когда только жить начали, я шила, более-менее еще так, подшивала маленько, да. Ну, а сейчас что я шил? Сейчас он что захотел, тот сходил, купил. Пожалуйста. Да? Единственное, у меня вот хочется, конечно, шить прихватки, там, что-нибудь такое вот для себя. Лоскутками я занималась. Ходила на бэчворк. Кружок у нас назывался, ну, лоскутной техникой занималась. Но, когда это было, это было все в училище, но после этого я еще дома тоже немножко занималась. А потом все, некогда стало. Семья, дети, сына, ты куда залазишь? Семья, дети, и что-то как-то мне было не до этого вообще. И машинку надо хорошую. Вот, все, мамка планы строит. Вот купим машинку, да, купим швейную, и будем шить с Матвейкой. Да, Матвейка? Когда мы ее только купим, соберемся. Хорошая машина стоит недешево. Так что на каком-то не очень, на фуфле я шить не хочу. Так же, как и ездить. Ездить на какой-то вон на Колымаге не очень. А когда машина получше, то, конечно, и хочется. Ты что? На стол будешь залазить, что ли? Давай, садись, давай, садись сюда. Все, папку ждем. Папа наш пришел. И Матвейке палочки принял. А что ты какие-то другие купил? Вот это просто снимаете, может быть, я думала, что с ними надо. За кахарный пирожный. Короче, мороженого нету. Смысленно нету. Ну, ты упил. Ну, вот такой. Мороженое. А там не видно, что за мороженое. Что это такое мороженое? Не знаю, где-то чек-то у меня был. Мороженое из... Это что? Из доброцена? Доброценик? Доброценик, да. Пакет-то доброценовский. Вкусно и полезно для всей семьи. Да, палочки будем пушать, мороженки будем пушать. Ну, вот же простое. Ты говоришь, мороженого нету. Вот же, ты купил простой мороженый. Пусть я не пойму, вот бряники купил. Что ты не поймешь? Ну, вот оно. Ванильное юбилею. Ну, как оно? Если оно 62 рубля. Нет, конечно. Ванильное юбилею это вот это ты взял. А ты говоришь, мороженое нету, полный пакет мелочи. Ну, что ты его забрал? Ну, нету другого. А зачем ты? Да это все. А это вот мало же. Слюжие фруктовое. Ну, вытащи. Что там нельзя? Я не вижу твоего мороженого большого этого. Вот большое. Кукурузные палочки 73,90. Да? А, вот мороженое юбилейное. Так, юбилейное. 144,90. 144 рубля 90. Вот это такое, слушай, какое-то дешевое оно. Ну, заменителями, наверное. Да? Папа тебе пюрешки купил. Прянички взял, мороженое. Ты мелочи набрал вот этого мороженого. Так зачем ты за большое так взял? Тебе. Мне? Да. Мне. Ну, спасибо. Мне. А что я бы маленькое не поела? Ага, мне побольше. Нет, написано. Вода, питьевая, сахар, молоко цельное. Сухое, правда. Заменитель молочного жира. Ну, вот, наверное. Ну-ка, не бери в рот сухого молока. Давай, на, споласкивай. Суешь ему. Так, ну, все, мамочки, палочки положить, да? Палочки, папа, вот видишь, набрал. Вкусняшки набрал. Надо палочек тебе? Палочки. Давай, откроем. Мама тебе в чашечку положит. А мороженки уберем. Морозилку. Давай. Ммм, какие вкусные палочки. Держи пока одну чашечку положим. Вся, чашечку. Музыка. 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 Музыка.